Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала ТДК-42 программа «Давайте обсудим». И сегодня мы обсуждаем тему мошеннических действий. Мошенники придумывают новые способы обмана казахстанцев. В ход идут любые методы. От угроз до попыток ввести вас в заблуждение, а также до попыток вызвать жалость. Как не стать их жертвой и уберечь свои деньги? Поговорим на эту тему сегодня вместе со специалистами и стражами порядка, которые работают на передовой в борьбе со злоумышленниками. Итак, сегодня у нас в гостях Артур Мусагалиев, заместитель начальника управления криминальной полиции Департамента полиции Западной Казанской области, полковник полиции. А также Азим Нуртасула, прокурор отдела прокуратуры города Уральск. И Темирбулат Адаев, старший следователь управления Департамента экономических расследований по Западной Казанской области. Уважаемые спикеры, мы вас приветствуем в этой студии. Итак, первый вопрос. Какие мошеннические схемы существуют на данный момент, так скажем, актуальные схемы среди населения? Здравствуйте еще раз. На этот вопрос я бы хотел ответить в связи с тем, что основные мошеннические действия регистрируются в органах внутренних дел и расследуют, согласно подвижности, это полиция. Основные виды в настоящее время интернет-мошенничества, это звонки от имени сотрудников банка, это максимально у нас вот из 333 зарегистрированных преступлений, это почти 255, это по таким фактам зарегистрированы. Инвестиции, ну, таких фактов немного. Есть еще онлайн-торговля в настоящее время, у нас жертвами становятся покупатели. И иные способы, это туда входит, когда аренда квартиры, трудоустройство. Вот такие факты у нас тоже имеют место. Теперь поподробнее хотел бы остановиться именно от звонки от сотрудников банка. Я вот с собой захватил схематичный порядок совершения мошеннических действий со стороны злоумышленников. Это в настоящее время, вот звонит, в основном сейчас регистрируются такие факты, мошенник звонит под видом оператора сотовой связи, потом потерпевшему, после чего потерпевший у потерпевшего просит продиктовать пароль, который ему поступил. Далее, когда потерпевший продиктовал пароль, после этого разговор прекращается с данным лицом, спустя 10-15 минут к нему звонит другой человек, это уже соучастник мошенника, представляется сотрудником банка, сообщает, что он потерпевший ранее дал пароли доступа к банковским данным, интернет банку или другим, требует как бы действовать по его инструкции, то есть заблокировать счета, получить здесь уже вот оформить зеркальный кредит, получается, если человека нет кредита, получается, требует, чтобы быстрее получил кредит и эти деньги последующим положил как бы специальный счет. Однако, хотел бы сказать, что это не специальный счет, это подготовленный счет дроперов, мошенников, который последующим из этих счетов похищается в виде криптовалюты или обналичивается за рубежом. Они могут продиктовать плюс к этому, если похищают деньги с депозитного счета, также снять деньги, просят снять деньги и, опять-таки, эту же схему положить на специальный счет. Наши потерпевшие в основных случаях сами же получают банка второго уровня кредит, своими руками получают денежные средства, далее идет банкоматом и под диктовку этих же мошенников ложат свои деньги на счета дроперов. Таких фактов у нас, как я ранее говорил, зарегистрировано больше, чем других, тем более по таким фактам у нас ущербы большие. Минимальный ущерб по таким фактам от 10 миллионов и больше. Получается, одному человеку получают в нескольких банках кредит, получается, если, например, в одном банке получат 3 миллиона, в другом такую же сумму и в третьем банке такую же сумму и все эти денежные средства последующим уже как бы под их диктовку ложат на счета дроперов, в последующем похищается. В этом случае я хотел бы довести, вот мы неоднократно ролики снимали, распространяли среди населения в социальных сетях. Когда первый человек звонит, представляется оператором связи, даже в случае того, что тогда, если вы даже продиктовали ему счет, это пароль, это как бы последствий не будет никакой. Получается, мошенник, получив вот этот шестизначный код, не сможет получить доступ к нашим данным. Все совершает второй человек, который уже именно как бы аргументирует то, что первый человек это мошенник, второй человек здесь может быть... Да, входит доверие. Получается, это может быть и сотрудник банка, в некоторых случаях звонит и под как бы сотрудником правоохранительных органов, представляется, например, сотрудником киберпола, представляется сотрудником следователем, например, департамента полиции и уже объясняет, как бы обманывает наших потерпевших то, что, как я говорил, на него собирается, вот первый человек собирается оформить кредит, как бы надо это остановить, быстрее надо совершать, как бы действия под их диктовку. Ни в коем случае по этой схеме, как бы ни в коем случае не надо соглашаться. В случае, если даже вы сказали пароль, вы можете обратиться в полицию, как бы далее остановить все действия. Поэтому хотел бы население в первую очередь предупредить, потому что таких случаев вот даже в последнее время много стало регистрироваться. Люди, как бы, думают, что, как бы, звонивший второй человек, это действительно, как бы, сотрудник банка или сотрудник правоохранительных органов. У нас телефонный звонок, разрешите ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Звонок, к сожалению, сорвался. Итак, допустим, давайте рассмотрим такую ситуацию. Человек поговорил уже с двумя этими людьми. И как быстро можно будет предотвратить все остальные действия? То есть как быстро снимаются средства со счетов? Так. Я в этом случае хотел бы объяснить то, что даже при звонке второго человека наши потерпевшие, как бы, сами идут в банки второго уровня, сами же получают на свои счета кредиты. Или, наоборот, как бы, дают доступ мошенникам на свои банковские счета. Получается, сейчас, как бы, как происходит это действие, мошенник предлагает нашему потерпевшему загрузить мобильные приложения. Получается, если я пользователь, например, одного банка, тот мошенник требует скачать приложения, например, всех банков, которые, ну, как бы, работают на территории Республики Казахстан, и предлагает во всех банках, ну, человек верификацию проходит, официально регистрируется, тут, как бы, никаких нарушений нет. Далее, уже, когда человек официально зарегистрирован в этом интернет-банкинге, предлагает получить во всех банках кредит. Получается, человек получает во всех банках кредит, идет, снимает эти деньги, и, как я говорил ранее, уже по диктовку этих же мошенников специально идет в этот банкомат, который сейчас, есть банкоматы, которые принимают денежные средства, уже там уже свои денежные средства под диктовку мошенников вложат на счета дропперов. И эти деньги после этого уже похищаются. Спасибо. У вас есть что добавить по схемам актуальным? Также хочу сказать, что на данный момент на территории Республики активно распространяется такой вид мошенничества, как финансовая пирамида. Если в истории Казахстана данный вид примерно действует 15-10 лет, то в мировой истории исчисляется веками. В данной схеме, в основном, в 95% зарегистрированных уголовных дел по Казахстану, именно источник, сам, кто начинал, преступник основной, он за территорией Казахстана проживает. То есть вся угроза приходит извне. Какие примеры финансовых пирамид вы можете привести? Ярким примером является, вот, недавно мы окончили уголовное дело в отношении финансовой пирамиды Чай-Тай, также иностранная компания, на территории Республики Казахстан ни одного организатора именно нету. На территории Казахстана лишь только организаторы структурных подразделений, то есть в каждом городе. Все лица действовали посредством Телеграм, Ватсап, ВКонтакте, только таким способом. Сама преступная схема составляла из инвестиционного, якобы инвестиционного проекта, который при вложении денег в средств увеличит многократно. То есть основным признаком финансовой пирамиды является это быстрый и многократный доход. Это вот на что нужно обратить внимание, в первую очередь. Также во второй, это отсутствие регистрационных документов в основной части компаний, которые рекламируют финансов в пирамидах, они не зарегистрированы официально на территории Республики. Это легко проверить. Есть соответствующие сайты, АФР, на которых можно ввести БИИН и ИИН компании и прочитать всю официальную информацию. После этого также немаловажным признаком является привлечение новых вкладчиков и получение дохода от них. То есть мне необходимо пригласить двоих друзей, и мой доход увеличится втрое, грубо говоря. Также отсутствие какой-либо предпринимательской деятельности. Зачастую финансовая пирамидия рекламирует то, что инвестирует в какой-то суперпроект, связанный с золотом, нефтедобывающий, в данный момент криптовалюты. Но фактически никаких вложений в данные активы нет. Это также является признаком. По последней финансовой пирамиде Чайтай за границу ушло более 135 миллионов долларов со всего Казахстана. Ушли они посредством криптовалюты. То есть это наносит огромный урон по экономике. Огромный урон наносит, все верно. Уходят посредством криптовалюты. И, честно вам сказать, в этой части очень затрудняет дальнейший поиск денежных средств. На данный момент уже более двух лет в агентстве по финансовому мониторингу действует программа «Follow the money». То есть при расследовании уголовных дел также делается акцент именно на поиск денежных средств. И вплоть до последнего адресата. Пока мы не установим этого последнего адресата, на какие цели были потрачены похищенные денежные средства, мы не оканчиваем уголовное дело. Это судебное расследование. В связи с этим, думаю, гражданам надо быть осторожны и смотреть на вышеуказанные признаки, для того, чтобы различать финансовую пирамиду от сетевого маркетинга. Вы упомянули про инвестиции. Людей привлекают такие предложения, это безусловно. Недавно я сама, листая в социальную сеть Instagram, увидела такую рекламу, которая с периодичностью выходила на мою ленту. И там официальный представитель очень известного банка нашей стране предлагает инвестировать, тем самым увеличить свой доход. Я попрошу сейчас режиссера показать нам то видео, запись с экрана телефона вашему вниманию. Мировую карту инноваций мы это сделали. Именно поэтому мы создали платформу Каспий Профит и наблюдаем прямо сейчас, как растет качество жизни всех казахстанцев у нас на глазах. Друзья, хочу поделиться проектом, где я уже заработал более 18 миллионов тенге. Это платформа Каспий Профит. Если не лукавить и не приукрашивать, то в среднем за месяц выходит около 15 миллионов тенге. Спасибо нашим любимым клиентам за то, что вы станете. Мы вас любим, уважаем и никогда не подведем. Ваше счастливое будущее в ваших руках. Не бойтесь, честность мы вам гарантируем. Жмите подробнее. Как вы сами стали свидетелями, доверенное лицо Михаила Антация, президент правления акционерного общества Каспий Банк, предлагает своим же клиентам присоединиться к проекту Каспий Профит, так называемым, и увеличить свой доход. Очень заманчивое предложение. Я уверена, что многие люди пошли по этой ссылке и, возможно, даже... Вы знаете о каких последствиях могут быть. Я по этому поводу хотел бы сказать, у нас есть потерпевшие. Именно по Каспий Профиту? Да, именно по Каспий Профиту. Есть потерпевшие с поселка, с района, заместитель, ну, как замдиректор школы. Человек 8 миллионов положил на этот Каспий Профит. Получается, тоже, вот, как вы сейчас сами сказали, листая социальной сети, нашел... Она нашла вот это именно Каспий Профит. Получается, зашла через... Подробнее оставила свои анкетные данные. Уже спустя некоторое время обратно выходит на связь к нему мошенник и предлагает, как я ранее говорил, большие суммы. Человек начинал от 100 тысяч тенге, от 100 тысяч тенге, и 8 миллионов положил по следующим. Вот. Никаких денег обратно не получил. То есть никаких инвестиций... Да, никаких инвестиций. А там были проценты, которые якобы она видела, но не могла снять эти денежные средства. Поэтому искусственный интеллект сейчас может создать любую рекламу. Да, вы правы. Мы видим обратную сторону развития искусственного интеллекта. Можно, если приглядеться, можно заметить, что это не сам Михаил Ламтадзе. Это говорит за него нейросеть. Да. Сгенерированный. Итак, мы пошли дальше, позвонили в колл-центр Каспи-банка, и вот, что они нам ответили. Мы предупреждаем, что Каспи-профит – это один из видов мошенничества. Поэтому убедительная просьба все граждане сотрудничать с данным сервисом. Они поделывают видео, где участвует Михаил Ламтадзе. Они поделывают и голос его. Поэтому мы еще раз убедительно просим с ними не сотрудничать. Вот, как мы поняли, киберпреступления все-таки преобладают среди всех остальных преступлений. Скажите, пожалуйста, какова раскрываемость, почему такого рода рекламы свободно гуляют по сети? Кто это контролирует? Если честно, в данный момент координационной работой прокуратуры с другими правоохранительными органами мы постоянно ведем профилактические беседы, разъяснительные беседы, видеоролики выставляем, во всех наших больших торговых домах, в ционах, больницах, что есть такие виды мошенничеств. Пытаемся блокировать посредством киберпола ДЭРа, что вот такие мошеннические рекламы есть. Мы их стараемся блокировать со своей стороны, направляем в полномоченные органы, чтобы заблокировали данные сайты и проводим беседы с жителями. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и если вы столкнулись с ситуацией, либо стали жертвами мошенников, обязательно поделитесь своей историей, можете задать свои вопросы нашим специалистам. Позвоните, либо напишите по указанным на ваших экранах номерам. Итак, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, кто чаще становится жертвами мошенников? Мы знаем, это пенсионеры, также дети, также могут быть. У нас в основном от действий мошенников пострадали, как вы правильно сказали, пенсионеры. Вы сами знаете, что у нас пожилые люди, они очень доверчивые. Вот на такие схемы, как я ранее говорил, как бы они полностью доверяют сотрудникам Банка на собственной безопасности или правоохранительному органу и как бы действуют по их инструкции. У нас, вот согласно анализа, потерпевшим становится в основном госслужащие, в связи с тем, что у них есть пенсионные отчисления и последние могут получить кредиты в банках. Как бы у нас в основном похищенные денежные средства в основном похищаются путем получения кредитов с банков, с депозитов. Это как бы немного таких факторов. Получается, у нас из госслужащих в основном пострадали учителя и медики. С вещем от департаментной полиции было в текущем году проведена целенаправленная работа по профилактике именно среди медицинских работников и учителей. Путем вот как бы мы изначально составили список по этому списку, прошлись по всем школам, довели каждому и не только преподавателям, даже техперсоналу довели этот способ и метод мошенников. Ну, однако, конечно, имеет место, как ранее говорил, некоторые люди как бы становятся жертвой мошенников. В настоящее время сейчас идет целенаправленная работа в отношении пенсионеров. Вот, тоже составили список совместно с наружными службами. У нас, например, участковый инспектор полиции обходит каждый дом, доводит до каждого пенсионера об этих способах мошенников. Как бы в результате этих профилактических действий, как бы по результатам этих профилактических в этом году мы уменьшили регистрацию интернет-мошенничества. Если в прошлом году по итогам 9 месяцев было зарегистрировано 356 фактов, а на сегодняшний день, как ранее говорил, 333 факта только зарегистрированы. Вот, поэтому, как бы пользуясь социальной сети, средствами массовой информации, мы доводим о способах мошенников. Вы сейчас правильно сказали, в части жалости от в текущем году таких фактов не было, но в прошлом году у нас именно в августе месяце были факты, когда пожилым людям звонили домой на городские телефоны, представлялись медработниками, сотрудниками правоохранительных органов, и говорили то, что их родственники попали на дорожные транспортные происшествия или какие-то другие чрезвычайные происшествия, и для решения данного вопроса требовали деньги. Я думаю, многие тоже попадали в такие ситуации, когда их близкий человек пишет на WhatsApp, говоря с просьбой, чтобы ему скинули определенную сумму денег, и тот другой человек в любом случае отправляет сумму денег, потом выясняется, что это не был его близкие знакомые, а мошенники, которые взяли доступ к его личным данным. Как мошенники имеют доступ к WhatsApp мессенджерам? Это еще один способ мошенников. Получается, в данном случае, как действуют мошенники, отправляет на вот сейчас у нас в новом WhatsApp приложении есть сообщество, раздел сообщества, раздел сообщества отправляет сообщение, просит проголосовать за родственника, ну, внука, внучку, так часто бывает, получается, отправляет человеку такое сообщение, человек проходит по этому сообщению, получается, к нему поступает шестидесячный код, человек добровольно, самостоятельно вводит шестидесячный код, свой же WhatsApp, после чего контакты, которые сохранены в WhatsApp, автоматически синхронизируются уже с компьютером мошенников, получается, после этого мошенник уже получает доступ ко всем контактам, и в том числе WhatsApp-приложению отправляет, автоматически отправляет на все его контакты сообщения с просьбой дать долг деньги. Получается, на это действительно бывают случаи, когда близкие родственники, друзья скидывают денежные средства, не спрашивая даже своих знакомых, например. В таких случаях мы предлагаем, даже если вы перешли по такой ссылке, есть возможность остановить синхронизацию. Там мы более подробно в этом аккаунте Киверпол указали, как можно остановить ситуацию, чтобы полностью контакт наших жертв не ушли в руки мошенников. Кроме этого, даже если поступает кому-то сообщение, обязательно надо позвонить знакомому, спросить по содержанию этого сообщения, убедиться, что действительно нужно ли данному человеку денежные средства и после этого только... Если просьба связана с перечислением определенной суммы денег, в любом случае нужно сверять с контактами. Да. Кроме этого, мошенники просят денежные средства скинуть на другие счета. Вот, если приходят сообщение, например, от его знакомого, они никогда не будут предлагать скинуть ему же денежные средства. Отправят другую банковскую карту и скажут в эту карту надо скинуть. Как бы говоря, что у них там заблокирован у него счет с вещем на эту карту надо У нас телефонный звонок, извините, давайте ответим. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, это по поводу передачи осторожного, да, мошенники, это у вас же? Да, вы в прямом эфире можете задавать свой вопрос. А кооперативы являются мошенники? Кооперативы? Их можно отнести? Спасибо за вопрос. Мы попытаемся сейчас ответить. Хочу сказать, что на данный момент деятельность кооперативных сообществ легальна на территории республики, однако стоит каждый случай в отдельности разбирать, потому что под видом именно кооператива может быть и финансовая пирамида, может и мошенничество быть. По факту денежные средства не будут направлены на строительство какого-либо жилого дома. А как вот жители, вкладчики как могут это все проверить? Вкладчики должны это проверить в первую очередь опять же компанию должны проверить полностью. По БИНу все верно. По БИНу компании. Также в настоящее время в интернете можно забить по названию компании и выйдет ряд и комментарий и информации и владелец и учредитель. Полная информация выйдет в интернете. Также на официальных сайтах можно посмотреть. Думаю, данной информации достаточно для первоначального анализа можно ли вкладывать вообще в данный кооператив или нет. К нам на WhatsApp отправили также вопрос касательно они также являются жертвами мошенников мошенников также оформили кредит когда-то и теперь есть ли какие-то как сказать льготы для них бывает ли помощь со стороны банка либо правительства которые стали жертвами мошенников и невольно взяли кредит либо даже они не осознали что они взяли кредит. Вот хотел бы по этому поводу довести то что действительно когда человек мошенническим путем оформляет кредит на наших потерпевших они обращаются в полицию когда обращаются в полицию данный гражданин признается потерпевшим после чего соответствует требованиями статьи 200 кодекса уголовно-процессуального кодекса направляется представление в банке где были получены деньги согласно последним изменениям законно-банково-банковской деятельности после поступления представления банки второго уровня банки полностью приостанавливают кредит то есть но не освобождают да не освобождают можно допустить такое тоже но он банки приостанавливает и после этого уже как бы не требует возврата этих денежных средств до окончательного принятия решения по уголовному делу в связи с чем вот хотели мы сказать то что сейчас в настоящее время мы данную работу введем как бы приостанавливаем все денежные кредиты наших потерпевших даже если приостанавливается возврат денег это ведь все-таки влияет на кредитную историю негативно причем нет именно полученные через мошенническим путем она не будет влиять на кредитную историю человека я как и ранее говорю то что этот возврат денежных средств приостанавливается на неопределенный срок до принятия окончательного решения по уголовному делу кроме этого я хотел бы довести до до сведения наших потерпевших но как бы мы как бы сразу объясняем то что в ходе досудебного расследования после получения как бы установочных данных дроперов как я вот сейчас заранее говорил что дропер это дропер это те лица которые счета которых этот дропер это граждане Казахстана их счета мошенниками используются для последующей похищения денежных средств за пределы республики получается когда потерпевшие к нам обращаются после этого получают установочные данные дроперов и на них соответствующие требованиями гражданского процессуального кодекса могут подать в суд за незаконное обогащение соответствующие требованиями статей гражданского процессуального кодекса как я говорил 953 и в таких случаях сейчас основном суды принимают решение как бы в пользу истцов и заставляют возвращать деньги этот дропер таких случаев тоже есть хочу вернуться к вашей схеме как вы сказали там уйдет две два субъекта которые звонят потенциальной жертве первый это якобы мошенник второй представляется представителем банка но он также является мошенником однако люди ведь думают что представитель банка мне позвонил значит все нормально что в таких случаях нужно делать звонить также по официальным колл-центрам номерам либо в полицию и в том и в другом случае как бы этот люди могут действовать правильно например если человек звонит с национального банка как бы колл-центр национального банка они не могут не смогут дозвониться в таком случае они как бы будут звонить в полицию в любом случае я что хотел сказать что интернет мошенничество это как бы неконтактные преступления с вещем основном совершается путем звонка через телефон если прекратить разговор дальше никаких действий не будут кроме этого у нас мы тоже объясняем населению что мошеннические действия как бы в большинстве случаев совершается как бы русскоязычный как бы разговор если человек начинает разговаривать на государственном языке все вторая сторона мошенник уже бросает трубку поэтому любой колл-центр если кто-то звонит как бы у нас могут подключить государственному языку оператору проблем в этом нету например говорит ли это о том что в основном все эти преступники находятся за пределами территории нашего Казахстана нашей страны да получается преступники работают вне территории Казахстана это иностранные люди граждане в ходе проведения оперативно-розыскных действий мы устанавливаем действительно что как бы звонки осуществляются за рубежа это с Европы основном вот были случаи даже факты вот именно по этой же схеме например именно когда просят установить приложение удаленного доступа как я ранее говорил последующим мошенник управляет как бы банковским приложением наших потерпевших после чего счета ну карточные счета наших потерпевших прикрепляют на мобильные устройства и за рубежом обналичивают эти денежные средства у нас были случаи вот последние например Словакии Украине Грузии снимали денежные средства получается как бы звонки идут из-за рубежа а как возмещается ущерб потерпевшим возмещается ущерб потерпевшим по решению суда по решению суда имеет место в такие факты далее еще как я ранее говорил вот через извините мы сейчас продолжим у нас телефон звонок здравствуйте вы в прямом эфире здравствуйте алло здравствуйте а можно задать вопрос вот как раз идет прямой эфир да да конечно меня подключат или вы уже подключены вас слышно хорошо можете задавать получается вот у моей тети позвонили мошенники представились сотрудникам полиции представились сотрудникам полиции говорят у вас есть квартира двухкомнатная описывает параметры она говорит да вот мошенники хотят переоформить сейчас на другого человека и типа полиция все в курсе все в курсе мы хотим сделать такую схему как будто бы сейчас придут актеры с мошенниками ну типа для чтобы их поймать нужно сделать эффективный такой покупали продажи но если вы кому-то расскажете то эти сотрудники полиции останутся без работы их дети ну у них есть дети все это будет на вашей совести и вот она получается хотела помочь полиции и вот эту схему они говорили она все это вместе с ними прорабатывала получается договор купли-продажи они сказали что это будут фиктивны но на самом деле это было все формально и получается она осталась без квартиры и в базе данных убрали всю информацию что у нее когда-то была квартира спасибо за вопрос теперь как нам быть обращался в полицию можете ответить а вы обращались в полицию писали заявление все написали сейчас получается покупатель просил освободить квартиру но мы не освобождаем говорим что нужно решение суда они подали в суд чтобы она освободила квартиру мы получается подали стричное исковое заявление в полицию обращались в полицию они говорят что писали заявление вы ведь писали заявление да да заявление писали в какой отдел писали спрашивают полладарский полладарский я понял спасибо за вопрос вот действительно вот видите это оказывается не только уральские такие случаи у нас тоже уральский был зарегистрирован единственный факт такой же именно по такой же схеме обратились ну уже тоже опять-таки по телефону обратились пожилой женщине которая одна живет уговорили ей продать квартиру по как бы ну она официально продала через крышу через объявление последующим эти же деньги вырученные от продажи положила на счет дроперов и как бы она осталась без квартиры да как бы такие случаи имеют место ну опять-таки хотелось бы сказать что таких мероприятий как бы органы внутреннего дела ну даже другой любой другой правоохранительный орган не проводят если даже какие-то если мероприятия будут проводить это будет ну официально документально оформлено это не по телефону а бывали ли в вашей практике такие случаи когда сотрудники банка либо других государственных даже учреждений были соучастниками этих мошенников ну таких фактов у нас не было ну такое ведь возможно чтобы иметь мы как бы юристами по факту будем говорить поэтому как бы заранее не можем но сейчас вот многие задаются вопросом в социальных сетях даже вот прямых эфирах задаются вопросом откуда получили наши данные вот ну квартиры данные как бы сейчас в настоящее время кто-то если зарегистрировался в социальной сети оставляет там полностью свои данные где учился где жил как бы вышеучебные заведения где учился и я как хотел сказать то что мошенники они хорошие технари ну они прежде чем обратиться к кому-то они сперва анализируют ситуацию и в последующем после этого уже добытый материал используют против наших наших же потерпевших поэтому я не могу сказать что это уходит как бы утечка информации откуда-то но наши люди в основном сами виноваты предоставляют информацию и наше эфирное время к сожалению ограничено последний вопрос как вести диалог с мошенниками и как уберечь себя от уловок злоумышленников ну во-первых я считаю что надо сразу прекратить разговор уже если вам позвонили как сотрудники банка связаться с банком сразу заблокировать все свои счета далее уже обратиться правоохранительный орган если уже у вас украли денежные средства немедленно сразу же сообщаете правоохранительный орган напишите заявление правоохранительный орган в лице полиции сразу киберпола нашего ставят аресты уже на счета куда уже ушли денежные средства и мы попытаемся уже ну как бы спасти данные денежные средства но это надо делать очень оперативно и быстро. Тимур Булат, у вас есть что добавить? Я хочу знать, что добавить. Ранее девушка звонила, мне кажется, она звонила за советом в первую очередь. Хотел бы ей сказать, что в ее случае не надо переводить данный вопрос в плоскость гражданского правового поля, а именно добиваться расследования в уголовной сфере. Потому что на лицо, если действительно, как она сказала, то на лицо мошенничество. Думаю, наши павлодарские коллеги в силах данного уголовного дела довести до ума и добиться справедливости. Но не в гражданском производстве, потому что это очень чревато тем, что процесс затянется, во-первых. Во-вторых, если ее бабушка действительно сама подписала договор купли-продажи, то трудно будет в гражданском правовом порядке аннулировать данную сделку. Это первое. Во-вторых, хочу сказать, что действительно диалог с мошенниками не стоит вести. Это ни к чему хорошему не приведет. Но человек не сразу понимает, что это мошенник на обратной стороне. Основной признак, смотрите, я хочу сделать акцент, когда звонит, я не говорю, чтобы перестать разговаривать, может действительно родственник позвонит, помощи попросить, но всегда стоит перепроверять. В основном, когда дело касается денег, думаю, не лишним будет какую-то минуту потратить, перезвонить тому же сотруднику банка, тому же родственнику, тому же коллеге и так далее и тому подобное. Перепроверить, думаю, за минуту, за две минуты ничего не изменится, ситуация не поменяется. Но если перепроверить, думаю, мошенничество станет намного меньше. Уважаемые спикеры, я вас благодарю за очень содержательную беседу, за очень полезную информацию. Я думаю, после нашей передачи наши телезрители станут хоть чуточку бдительнее и осторожнее. Ну а в заключение хочу сказать, всегда помните, что вы сами должны позаботиться о своей безопасности, не поддавайтесь на манипуляции. Мошенники используют различные приемы, кого-то запугивают, кому-то втираются в доверие. Ваша задача не поддаваться, так как впоследствии вам будет гораздо приятнее вспоминать о своей победе над мошенниками, чем о потере ваших денег. Это была программа «Давайте обсудим». До новых встреч!